Здравствуйте! В эфире программа «Безопасности» и я, ведущий Александр Булдаков. И вот о чем мы расскажем в этом выпуске. Как уничтожить колоразского жука, отследить маршруты перелетных птиц и разработать биологические препараты для защиты растений? Где умеют все это делать? Транспортные полицейские задержали подозреваемых в хищении продуктов питания алкогольного на сумму более 2 миллионов рублей. Как злоумышленникам удалось похитить целую фуру груза? В преддверии Дня защитника Отечества бойцы отряда специального назначения «Ермак» навестили ветерана войны, который и подробности армейских операций вспомнил и песню спел. Эти и другие материалы смотрите в выпуске. Уничтожить колоразского жука, поднять урожайность картофеля до 40%, отследить маршруты перелетных птиц и разработать революционные биологические препараты для защиты сельскохозяйственных растений. Все это могут и делают в Институте систематики экологии животных «Саран». В гостях у ученых побывала наша съемочная группа. Без сомнений, в Институте систематики экологии животных Сибирское отделение Российской Академии Наук занимаются многими важными проблемами мира природы. На то она и фундаментальная наука. Однако многие разработки касаются нашей повседневной жизни. К примеру, в этой лаборатории изучают паразитов, которые поражают многих животных и рыб. Среди них актуального для нашего региона Аписторха. А сотрудники этой лаборатории изучают главным образом то, как различные микроорганизмы и грибы влияют на колорадского жука. Другими словами, здесь разрабатывают биологические меры борьбы с ним. Нами разработаны некоторые экспериментальные препараты, которые показывают хорошую эффективность, в том числе в полевых условиях. Но коммерческой реализации пока у нас не достигнута, потому что мы исследовательская группа, но не фирма коммерческая. Кстати, если некоторые виды грибов подружить с сельскохозяйственными растениями, то они смогут их защитить от вредителей не хуже инсектицидов, которые вредны не только для человека, но и для всего живого, говорят ученые. В взаимодействии тех же энтоматогенных грибов, то есть это грибов, которые вызывают заболевания у насекомых, с растениями. То есть там формируется своеобразная такая эндофитная система. Сейчас это будущее сельского хозяйства. То есть это будет маленькая революция в сельском хозяйстве. В этом направлении интенсивно сейчас работают как китайцы, как американцы, европейцы. Ну и у нас в России мы в основном работаем и также визор. Работать-то работают, однако применить на практике, так сказать, в полях свой результат не могут. У нас объявлены программы, есть указы президента по биологизации страны, но это не выполняется. Мало того, для того, чтобы зарегистрировать биологический препарат, сейчас раньше было 5 миллионов, сейчас 20 миллионов. Эти деньги просто неподъемные, даже инвесторы сразу же уходят. Вообще биологические препараты должны субсидироваться. Мало того, за рубежом даже обработка биологическим препаратом поля, он страхуется именно за счет государства и контролируется это дело. Потому что мы получаем чистый продукт. А сейчас у нас очень грязная продукция. Всему виной инсектициды, которыми обрабатываются поля. Человек хоть и в малых количествах, но употребляет их вместе с продуктами. Вредные вещества способны накапливаться в организме. И это отрицательно влияет на наше здоровье. В институте готовы изменить ситуацию. Что же касается дикого животного мира сибирских регионов, то здесь ситуация несколько благоприятнее. Ресурсные оценки показывают, что организация, популяция и сообществ животных достаточно стабильная. К примеру, такие птицы, как дубровник или домовый воробей, который любил селиться рядом с жильем человека, переместились из наших регионов в другие. В природе постоянно происходят перемены. А цель ученых – отследить их и выявить неблагоприятные факторы. Ведь мы ответственны за мир, который нас окружает. Пенсионерку из Новосибирска Елену Новосельцеву, которая на курортном острове Бали с января этого года находилась в клинике в состоянии комы, удалось вывезти на родину. Как прошла перевозка пациента и, что говорят сибирские врачи, нам рассказал Антон, сын Елены. Напомним, что жительница Новосибирска Елена Новосельцева решила пройти реабилитацию после ковида на индонезийском острове Бали еще летом прошлого года. Купила страховку у Росгостраха и улетела. Однако в ноябре случился микроинсульт, а в начале января 2023 года – второй, уже обширный, после которого женщина впала в кому. Больную поместили в клинику. С тех пор родные пытались решить вопрос с эвакуацией пациентки в Россию. Случилось это только сейчас, при непосредственной, в том числе и финансовой поддержке областных властей. Транспортировка прошла успешно, удачно даже, я бы сказал. Никаких вообще осложнений не было. То есть врачи с медициной катастроф сработали, ну как профессионалы настоящие. То есть ни давление не повышалось у нее, то есть ничего, то есть абсолютно, да, все было в рабочем состоянии у них. То есть они все подготовили, значит, билеты. Ну, на самом деле, большую очень работу проделали. Все получилось, несмотря на то, что везли обычными пассажирскими рейсами, да еще с тремя пересадками. Сейчас вот мама в больнице уже, ей сделали КТ, я точно знаю. Сейчас собирают консилиум по поводу дальнейшего ее восстановления. Как такового лечения, я думаю, уже, наверное, скорее всего и не будет. Ну, в плане в том, что она сама дышит, у нее давление стабильное, она в сознании. По мнению индонезийских врачей, это просто удивительно, так как прогноз зарубежной медики давали неблагоприятный. С такими вот заключениями, которые балийские доктора сделали, она вообще как бы выжить не должна была, по идее, да, то есть, оно вот как бы, они даже там все удивились на самом деле, как она быстро восстанавливается и, ну, как, вроде как называют, что это чудо какое-то, потому что действительно там все было очень серьезно у нее. Наши медики пока еще не провели все необходимые исследования, прогнозы не дают. Но родственники уверены, что новосибирские врачи более квалифицированы, да и оснащение нашей клиники ни в какое сравнение не идет с балийской. А если принять во внимание, что дома и стены помогают, то настроение у близких Елены значительно улучшилось и появилась надежда на выздоровление. Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемых в хищении продуктов, питания и алкоголя на сумму более 2 миллионов рублей. По версии следствия, злоумышленникам удалось похитить целую фуру груза. Вот что известно на данный момент. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу совместно с алтайскими оперативниками установлены и задержаны четверо жителей Новосибирской области, причастных к хищению товаров на сумму более 2 миллионов рублей, принадлежащих торговым сетям Алтайского края. Полицейскими установлено, что в конце февраля 2022 года один из грузоперевозчиков на интернет-площадке получил заказ и согласовал доставку из Барнаула в Кемерово почти 20 тонн продуктов питания и алкоголя для их реализации через торговую сеть. Похитители, получив доступ к этой онлайн-платформе, исполняли роль посредника и отправили извозчику подложные документы, в которых был указан новый пункт назначения. Под контролем злоумышленников груз был доставлен из Барнаула на одну из Басного Сибирска, где он был перегружен из полуприцепа рефрижератора в автомобиле меньшего размера и вывезен на подконтрольный задержанном склад. По факту преступления следователь возбудил уголовное дело по статье за кражу, совершенную в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Похищенный груз сотрудники транспортной полиции изъяли и возвратили законному владельцу. Весьма не кстати для одного из фигурантов этого дела правоохранители обнаружили и изъяли более 1 миллиона рублей в российской и иностранной валюте, а также кусты конопли и пакеты с марихуаной. Общий вес изъятого наркотика составил более 500 граммов. Максимальное наказание, предусмотренное за данное деяние – лишение свободы на срок до 10 лет. За последние сутки в Новосибирске случилось два пожара, к которым внимание СМИ и общественности было особенно пристальным. В темное время на большой высоте горел пилон строящегося моста, а днем – учебный корпус высшего колледжа информатики НГУ. А теперь подробности. О возгорании на пилоне будущего Новосибирского моста пожарным сообщили в 21.44. Через 6 минут первому пожарно-спасательному расчету, который прибыл к месту вызова, пришлось бороться с огнем на высоте 106 метров. Там горела деревянная опалубка. Тушить решили при помощи порошковых огнетушителей. Подняться на такую высоту помог подъемный кран. Экипажи ГИБДД перекрыли участок дороги для беспрепятственного подъезда к месту специальной техники. За 36 минут пожар локализовали и ликвидировали. Предварительно площадь горения составила 15 квадратных метров. Уже днем, 21 февраля в 13.30, сработала автоматическая пожарная сигнализация в учебном корпусе высшего колледжа информатики НГУ на улице Русская в Советском районе Новосибирска. Своевременная сработка пожарной сигнализации и умелые действия администрации позволили не допустить жертв на пожаре. На момент прибытия первых пожарных расчетов из окна на третьем этаже здания шел дым. Администрация колледжа самостоятельно эвакуировали 690 человек, включая преподаватели. Специалисты газодымозащитной службы осуществляли тушение внутри корпуса другие бойцы спасательного ведомства через окно с помощью трехколенной лестницы. Их работу координировала служба пожаротушения Главного управления МЧС России по Новосибирской области. Этот пожар, отмечает в МЧС, удалось потушить за 14 минут. Площадь горения составила 48 квадратных метров. Пожарные проверили кабинеты, пострадавших не нашли. В этом случае боролись с огнем и ликвидировали последствия пожара 56 человек и 17 единиц техники. Дознаватели МЧС в настоящее время устанавливают причину произошедшего. Четыре поколения – школьники, участники специальной военной операции, военнослужащие Советской Армии и ветераны Великой Отечественной войны – объединились в рамках акции «Служить России! Служить Отечеству!». На их встрече в администрации Центрального округа Новосибирска, посвященной Дню Защитника Отечества, побывала наша съемочная группа. Молодым было интересно, ветераны чувствовали внимание к себе и ответственность, и все с удовольствием общались друг с другом. Еще бы, ведь участники боевых действий, происходящих в разное время, делились своими воспоминаниями здесь и сейчас. Это очень важная акция, я считаю, очень много ребят охвачено в рамках проведения этой акции. И все те мероприятия, которые проводились, это и встречи разные, летом мероприятия, лагеря и так далее, они вот именно дают тот определенный заряд ребятам, так сказать, патриотики, заряд понимания службы, заряд того, что нужно защищать родину, а это очень важно. Свою позицию высказала и молодежь. И если кто-то считает современных подростков апатичными и непатриотичными, то он серьезно ошибается. Многие молодые люди участвуют в различных объединениях и движениях, в которых воспитывается не только характер, но и прививается любовь к своей отчизне. Цели и задачи достаточно простые. Показать, что молодежь не безразлична, то, что происходит в настоящее время, что молодежь заинтересована принимать активное участие в развитии истории, в сохранении памяти поколений, а также в помощи участникам СВО. И, конечно, такие встречи, на которых общаться могут представители сразу нескольких поколений, надолго остаются в памяти детей и подростков. Я очень горд за нашу страну, за то, что были те люди, которые смогли спасти нас от фашистских захватчиков, помогли нам, чтобы мы жили спокойно в мирном обществе и не было больше ничего такого. Организовали эту праздничную встречу Координационный совет «Активный город», Ресурсные центры и администрация Центрального округа Новосибирска при поддержке заместителя председателя Горсовета Антона Тартышного. За поднятие патриотического настроения отвечал творческий коллектив из Сибирского управления на транспорте МВД России. В преддверии Дня защитника Отечества традиционно особое внимание уделяется ветеранам. Военнослужащие отряда специального назначения Росгвардии «Ермак» тоже навестили ветерана войны, который, несмотря на почтенный возраст, не только подробности армейских операций вспомнил, но и песню спел. Об этом далее. Ветеран Великой Отечественной войны и ветеран органов безопасности России Виктор Иванович Фролов родился в начале далекого 1925 года в селе Пескалы, тогда Новобуянского, а ныне Ставропольского района Куйбышевской области. Будучи молодым человеком, пошел на фронт в последний год призыва. Своими глазами видел, как шло освобождение захваченных немцами территорий, дошел до Германии, где потом служил долгое время. Возглавлял отделение управления особых отделов в ГДР. После женитьбы родились сын и дочь. Когда перебрался в Сибирь, занимал должность начальника пункта оперативной связи в управлении КГБ по Новосибирской области. Позже уже полковник ФСБ работал с заводами «Искра», «Электросигнал» и многими другими. Теперь вместе со своей супругой Натальей Алексеевной живет в доме ветеранов Новосибирской области. Помнит, за что получил, и гордится главными своими наградами – медалями за взятие Кенигсберга и за победу над Германией, а также орденом Отечественной войны второй степени. 23 февраля – День Советской Армии, и военно-морского флота Виктор Иванович по-прежнему считает одним из важнейших праздников. Один мудрый человек заметил – у каждого поколения должен быть свой подвиг, такой, чтобы его ветеранам было чем гордиться. Смотрите программу «Безопасности» на канале «Энск-49». В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова